Для каждого человека день вкусной еды имеет особый индивидуальный смысл. Кто-то самым вкусным считает салаты свежих овощей, а кто-то любит проглотить сладкую булочку на ходу. Единственное верного ответа – нет. Но, как известно, о вкусах не спорят, ими наслаждаются. Белки, жиры и углеводы – основные питательные вещества, которые необходимы каждому организму. Их соотношение нужно учитывать при планировании своего рациона, потому как пища, которую мы употребляем, должна быть не только вкусной, но и полезной. Правда, это вовсе не означает, что нужно есть только стебель сельдерея в день. Соблюдая простые требования и ставя на чашу весов с одной стороны пользу, с другой – гастрономическое удовольствие, мы создаем благоприятные условия не только для сохранения идеальных параметров фигуры, но и общего здоровья. Для обеспечения жизнедеятельности нашего организма мы должны с продуктами питания употреблять около 70 различных компонентов питания. Это витамины, минералы, клетчатка, жирные кислоты, биофлавоноиды и другие биологические активные соединения. Ученые подсчитали, что для того, чтобы мы это получили, мы должны употреблять около 100 видов растительной продукции. То есть это крупы, овощи, фрукты, ягоды, зелень и так далее. Во всяком случае, мы должны стремиться к максимальному разнообразию своего рациона. В период лета, когда дары природы радуют жителей областного центра своим богатством и разнообразием, рацион должен состоять на 80% из полезных ягод и фруктов, советуют специалисты. Узнать, придерживаются ли этого правила те, кто любит вкусно покушать, и считают ли, что полезная пища может быть и здоровой, люди отвечали. Овощи, правильно приготовленные овощи, они и вкусные, и полезные. Если правильно приготовить пищу, она будет и вкусная, и полезная. Мы – это то, что мы едим, поэтому, конечно, очень нужно придерживаться правильного питания. Мы, грубо говоря, спортсмены, занимаемся спортом, нам, конечно, полезная еда. Полезно. В своем рационе придерживаетесь больше овощей, фруктов или позволяете себе... Ну, по-разному, по-разному. Ну, нет, я больше все-таки за здоровую еду. То есть, вот, меньше вот этих гамбургеров, там, картошек фри. Удивительно, но большинство опрошенных придерживается здорового питания. Правду ли говорят – вопрос. А мы можем сказать, что любой продукт полезен, но есть нужно в меру. И готовить – правильно. Узнать о некоторых тонкостях приготовления пищи таким образом, чтобы сохранить все ее полезные свойства, нам удалось у настоящих профессионалов. Шеф-повар ресторана Жюль Верн Леонид Степкин раскрыл некоторые секреты приготовления стейка из говядины. Он запечатал в блюде не только его особый вкус и аромат, но и пользу. Верным помощником в этом непростом деле является не только опыт шеф-повара, но и специальная техника. Предатель, грубо говоря, эффект природы, например, в ресторане. То есть вкус максимальный. То есть вкус специальной угли мы используем здесь. Вкус, например, и аромат дыма. То есть без горчинки, как положено. Грубо говоря, как на природе. Воссоздать эту красоту. При этом повара ресторана Жюль Верн большинство продуктов готовят по технологии сувид. Медленное приготовление при низкой температуре. Именно такой способ сохраняет все полезные свойства пищи. После этого все ингредиенты отправляются на угли и там доходят до готовности, сохраняя все питательные свойства. Во главу угла повара ресторана ставят пользу блюда. И только затем вкусовые и визуальные параметры. За время работы в компании «Санта», то есть это последние 8 лет работы, я понял, что шеф-повар – это не тот человек, который просто готовит. А шеф-повар – это тот человек, который умеет просчитать, как это будет через какое-то время блюдо выглядеть. Какой вкус у него, то есть чем оно сочетается. И вообще уместно-неуместно оно в этот сезон. Первоочередное тоже из задач шеф-повара – сделать полезное меню. Мы пытаемся сохранить максимальную пользу каждого продукта. И дальше его делать правильную, например, тепловую обработку чего-то. Правильно, если даже это приготовление десертов, то есть крем сделать настолько нежным. То есть как это должно быть? Максимально учесть все технологические нюансы, например, температурные нюансы. И сочетание его с продуктами, другими ингредиентами. Бесконечно смотреть можно на три вещи – как горит огонь, течет вода. И немножко перефразируем, как готовят вкусную еду шеф-повара. И если в их задачу входит придумать не только аппетитное, но и полезное блюдо, то в нашу этим наслаждаться. Ешьте вкусно и будьте здоровы!